Слава Господу! Я приветствую вас, дорогие друзья, где вы находитесь. Прямо пусть там Божье помазание сойдет на вас, Божья рука пусть прикоснется к вам. И если у вас есть какая-то проблема или какие-то сжатые обстоятельства, пусть они решатся. Пусть дьявол со своими демонами и бесами отступит от вас. Но это не означает, что я сейчас произнес заклятие в вашу жизнь. С вашей стороны тоже надо что-то сделать. С вашей стороны нужно перейти на сторону Бога. Принять то, что Божье Слово говорит. И тогда мы вместе с вами согласимся верить, что вы будете полностью свободны. И если у вас есть проблема, эта проблема будет решена. Нужно согласие со Словом Божьим. Если у вас есть беда, будет решена. Если у вас есть неизлечимая болезнь, знаете что? Вера меняет орфографические ошибки. Иногда врачи делают правильное заключение. Но когда человек начинает верить, вдруг это становится ошибкой. И Бог говорит, нет, я совсем другое говорю. Ты здоров. Тебе говорят, ты болен, ты умрешь. Ты смотришь, вера в Бога изменила твой диагноз. И теперь ты больше никогда не умрешь. Ты будешь жить, у тебя будет здоровье. Аллилуйя, что бы тебе ни сказали. Иногда это может звучать как стопроцентная правда. Но если ты в это поверишь, ты это утвердишь в своей жизни и поставишь точку. А Бог от тебя ждет. Будешь ли ты ставить точку, или ты позволишь вместе с Его словом поставить запятую и сказать, но-но-но-но-но-но-но-но-но-но, извините, 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 спасибо вам, дорогие, за то, что вы мне сделали диагноз. У меня еще есть доктор, его зовут Иисус. Он делает другой диагноз, он меня милует. Я знаю, да, я знаю, что вы не ошибаетесь, но Иисус более прав, у него больше любви ко мне. Он меня исцелит, и он меня уже на кресте исцелил. Все, что нужно, это принять. Поэтому тема проповеди будет сегодня называться «Оправдывающая вера». Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Старый Завет вообще не говорит о благодати. Старый Завет, знаете, это как старый, старый, что-то старое. Я так благодарен Богу, что у Него для людей было новое. Когда начинаешь читать Старый Завет и углубляться туда, что нужно было сделать, если ты согрешил? Что нужно было сделать, если что-то пошло не так в твоей жизни? Что нужно сделать? И там столько было перечислений. Знаете, это так трудно, так легко, когда Иисус все сделал, и ты просто берешь и веришь в это. И ты входишь в Его планы. Поэтому здесь Павел пишет к кремлянам, он говорит, оправдавшись верою, ты выходишь из зала суда чистым, оправданным. Мы имеем мир с Богом. Знаете, что ни один человек, рожденный на земле, не имеет мира в своем сердце. Он не имеет, скажем, юридического мира, легального мира с Богом. Он не имеет. Неважно, это ребенок или это взрослый, это хороший человек или плохой. До тех пор, пока человек верою, своей собственной верой, не принял свое оправдание, он находится во вражде с Богом. Почему? Потому что грехи. А что такое грех? Грех – это нарушение Божьего закона. Бог сказал, не делай, а ты сделал. Представь, Бог тебе сказал, не делай, а ты сделал. Ты стал преступником закона. Из нас все люди, мы это все осознаем, все здоровые, все нормальные люди осознают, что в жизни они грешили. Не то, что согрешили, а грешили. И я скажу так, постоянно грешили. Даже не осознанно грешили. Мы жили во грехах. И теперь Павел пишет, оправдашись верою, что так просто, ничего не надо делать для того, чтобы стать праведником и войти в жизнь вечную. Почему ничего не надо делать? Надо верить. Никто не говорит, что ничего не надо делать. Надо верить. Просто доверять Иисусу. Просто согласиться с Его словом. Что означает верить? Вот посмотрите, друзья, что означает верить? Вот к чему нас Бог призывает. Например, римлянам, то есть евреям 11.6 говорится, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. А без веры угодить Богу невозможно. Что означает вера? Что это? Верить – это доверять тому, что Бог сказал. Больше доверять. Ты всегда будешь слышать две разных информации со стороны людей и со стороны Царства, со стороны Бога. Верить – это означает перейти на сторону Бога. Это означает согласиться с Богом. Как бы тебе это ни казалось странно, представьте, ты наделал грехи, и все, что тебе нужно, чтобы получить оправдание, то есть прощение свое, тебе нужно просто поверить в Иисуса Христа. И мы говорим, не, это слишком легко, это замануха, это что-то, подвох какой-то здесь. Такого никогда не бывает, чтобы вот так легко решались проблемы. Послушайте, для нас легко, но для Иисуса это стоило всего. Для Отца это стоило все. Каждый человек, который не решил вопроса греха в своей жизни, имеет вражду с Богом, так, как нарушает Божий закон. И сейчас я говорю абсолютно ко всем группам людей, ко всем социальным слоям, абсолютно ко всем возрастам. Если ты, дорогая душа, не решил в своей жизни вопрос греха, ты не решил, ты просто, он находится в твоей жизни, то ты от него умрешь. Это вирус, это заболевание, от которого человек погибает. Никто от греха еще не жил. Никто. И грех – это не просто какой-то плохой поступок. Грех – это когда ты находишься вне Бога. Ты находишься на территории царства тьмы. Вот что такое грех. Конечно, от него идут потом результаты, плоды. И мы видим их все. Но корень, именно сам вирус, где находится, это вне веры Иисуса Христа. Это то, что человек живет от Бога отдельно. И это есть грех. Если мы не принимаем Бога, если мы живем вне Его, и мы говорим, нам просто нужно быть гуманными, нам просто нужно делать добро. Как некоторые люди говорят, да ты просто делай добро, будь хорошим человеком. Ну а что делать с тем, что живет внутри тебя? А внутри тебя живет грех. Грех – это открытая дверь для дьявола. А в дьяволе никто не говорит, потому что он скрытная фигура. Его как будто нету в мире. Вы послушайте, в мире нигде никто не говорит практически о дьяволе. Мы видим безответную любовь, мы видим брошенные дети, разбитые семьи, мы видим суициды, мы видим насилие, войны. Никто о дьяволе не говорит, потому что он скрытная фигура. Но если мы будем разбираться, то это все его дела через людей, через то, что человек, он находится на стороне царства тьмы, не на стороне Бога. Его разум не воспринимает Слово Божье. Когда человек начинает открывать Слово Божье, который не знаком с Иисусом, он говорит, что за бред, что за чушь, что за странная книга. Почему? Для каждого из нас так было. Мы не говорим о каких-то людях. Для каждого из нас было. Это тяжело. Тяжелая книга. Ничего не понятно. Понятно, что тебе ничего не понятно. К Богу надо обращаться. Автор Библии – Дух Святой. И если его нет в твоем сердце, ты будешь читать закодированную книгу, шифрованную. Там постоянный шифр. И этот шифр открывает Дух Святой. Вдруг твое сознание открывается, и ты понимаешь, о чем говорит Бог, о чем говорил Иисус, о чем говорят Писания. Но многие не понимают, потому что их сердце, оно еще каменное по отношению к Богу. Его еще не заменили на плотяное. Итак, каждый, кто не решил вопроса греха в своей жизни, у вас проблемы, у вас беда, у вас проблемы, о которых вы не подозреваете. Такая утечка у вас идет. Знаете, как утечка газа. Где-то чиркнет, и все. Это самое страшное, что находится в жизни человека. Это грех. И с этим нужно разбираться. Конечно, ты можешь это отодвинуть и говорить только о позитиве. Ты можешь говорить о хорошей погоде, ты можешь говорить о будущем, о светлом. Ты можешь строить планы на жизнь, но тихий убийца внутри тебя. И это грех. Грех. Грех – это когда ты живешь вне Бога, тогда ты грешишь. Ты не грешишь, когда ты поклоняешься Богу, когда ты на Его царстве. Но как только человек оставляет, почему написано, всегда молитесь, бодрствуйте, находитесь всегда в Божьем присутствии, тогда вам некогда будет заниматься глупостью. Бог не сможет тебе помочь без доверия Ему. Часто мы слышим в Евангелиях, Иисус говорит, не бойся, только веруй. Приходит начальник синагоги и говорит, дочь моя, ей плохо, а ему сразу же из толпы кто-то говорит, сообщает плохую новость. А ты не утруждай учителя, у тебя дочь умерла, иди хорони ее. У Иисуса, у него столько дел, ты еще своей дочерью тут пристал. Знаете, просто говорят, не утруждай учителя, что ты к нему лезешь, что ты сейчас пристал к нему, иди похоронами своими занимайся. Представляете, какие люди, как могут сказать. А Суд говорит, стоп, 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 не бойся, только веруй. Слушайте, как можно сказать в этой ситуации, веруй, если дочь умерла. Вот вера как раз таки и решает самые сложные ситуации. Мы иногда думаем, о, вера нам нужна просто так. Нет, вера, она как раз и дана от Бога, чтобы решать, как легкие ситуации, средние сложности, и самые сложные, которые за гранью времени уже, человек умер. Что ты будешь делать? Заказывай плакальщиц, заказывай венок. Ему говорят. А Иисус ему говорит, слушай, слушай сейчас внимательно, верь, не бойся, не бойся. Только веруй, только веруй. Что мы иногда можем сделать? Да часто бывает, мы ничего не можем сделать в каких-то ситуациях. Что нам нужно делать? Соглашаться со Словом Божиим. Только верить. Переходить и стоять на стороне Бога. Вот и все. И что произошло? Его дочь здоровая. Она жила, она прожила жизнь. Она воскресла из мертвых. И знаете что? Она на самом деле была мертва. Это не была шутка. Она не просто заболела. Она умерла. Ее дух вышел, душа вышла. Все. Тело стало каменное. Иисус решает самые сложные ситуации за гранью нашего понимания. Он выходит за рамки нашего понимания. Вот почему-то мы Иисуса всегда хотим загнать в ринг, в рамку. А Он действует так, как нам даже не кажется. Как мы даже не можем подумать, Он может действовать. Потому что Он Бог. Абсолютно каждому человеку на земле нужно прощение и оправдание. Тебе это нужно принять. И для этого тебе нужна вера. Тема проповеди. Оправдывающая вера. Тебе нужно. Тебе никуда от этого не деться. Послушай. Если ты. Я знаю, что у нас есть у всех людей. И все мы боремся с одним. Знаете, такое откладывание в своей жизни. Вот есть дела, которые нужно сделать, но откладывают. Мы прямо вот знаем, что надо сделать. Почему-то откладываем. Даже бывает, что-то важные какие-то дела откладываем. А тут самое важное твоя душа, твоя жизнь. И ты это откладываешь. Тебе нужно задуматься. И не надо это откладывать. Это надо решать сразу. И это можно решить сразу. Знаете, из-за того, что нам кажется иногда, о, это не решить. Я отложу потом. Знаете, пойду посплю, а утром будет как-то по-другому. Утром у тебя такие дела побегут, что ты забудешь о своем оправдании. Завтра будет понедельник. О каком оправдании пойдет речь? Когда ты пойдешь и во что-то будешь там суетиться, трудиться. Без оправдания. Послушайте, друзья. Посмотрите. Оправдан. Видите, здесь написано. Оправдан. Тебе нужно получить удостоверение. Духовное удостоверение. Где на тебе прямо будет кровь Иисуса Христа. Прямо на твоем лбу вот так вот будет написано. Оправдан. Ты должен быть кровью Иисуса Христа оправдан. А если у тебя этого нету, все твои добрые дела, послушай, даже если ты переплюнешь мать Терезу, ты все равно не спасешься. Вы скажете, нет, спасешься. Добрые дела перекроют плохие дела. Не перекроют. Смотрите, что написано. Ефесянам 2, 8. Ибо благодатью вы спасены вы спасены через веру и сиение от вас в Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. И никто не придет к Богу через добрые дела и скажет, Бог, видишь, какой я хороший. Все люди на земле жили плохо, а я жил хорошо. Я такой хороший. Я так много сделал добрых дел. нет. Нет, нет и нет. Тебя должно быть удостоверение. И в духовном мире, неважно, какие у тебя есть аттестаты, какие у тебя есть удостоверения в физическом мире, может быть, они сегодня котируются. В духовном мире все совсем по-другому. В духовном мире на тебе должно быть оправдание. А оправдан. Если есть, пойдешь на небеса и будешь с Богом. Если нету, что бы ты там ни сказал свое оправдание, а я, а я то, а я все, на тебе нету оправдания, крови нету, смыто, ни с тебя ничего не смыто. Это как, знаете, мазута, которую ты пытаешься холодной водой отмыть. Да ты растираешь ее туда-сюда. Щелочь нужна, средство нужно, которое смывает это все. Вот так и грех. Люди пытаются отмыться от греха. Знаете как? Вот так, представьте, они все в мазуте, полностью, с ног до головы в мазуте, и они вот так вот трут, трут, просто разводы идут. Все, никакого отмытия нету. Это люди делают, религиозные люди делают. Грешники вообще не пытаются отмыться. Они понимают бесполезно. А есть религиозные люди, они думают, что сделав какой-то обряд, что-то поставив куда-то, куда-то посмотрев, что-то сказав, у них вдруг волшебство такое произойдет. И они прям перед Богом будут оправданы. Не будут. Вера, это доверие Слову Божьему. Это согласие со Словом Божьим. Часто Иисус говорил, не бойся только верой. Опять ситуация с умершим. Это Лазарь. Все глаза проплакали. И сестры, и плакальщицы. Все. Уже все. Уже все эмоции уже истрачены, уже все выжатые такие. Вдруг приходит Иисус. Приходит Иисус и говорит, так, он выслушал все недовольство Марфы, все, что она сказала ему, все высказала. Ну, нужно было. Иисус ничего, послушал ее. Понятно, у человека эмоции сейчас зашкаливают. Все. И он говорит, знаешь, я тебя не слушаю вообще. Веди меня к умершему. Веди меня на кладбище. И привели его на кладбище. И потом он говорит, отвалите камень от гроба. Современными словами, раскапывайте могилу. Просто, представляете, Бог тебе говорит то, что ты не ожидаешь услышать. Вы знаете, люди, Бога обычно, вот мы так устроены люди, что нам нужно бороться с рамками. Не надо строить рамки для Бога. Мы думаем, если придет Бог, он сделает так, так и вот так. Но не по-другому. Если он придет, он возложит руку, помолится, и брат мой будет здоров. И они даже укоряли его. Иисус говорит, я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Вы знаете, что это летело мимо ее ушей? Что он там говорит? Воскресенье, жизнь, знаете. Для нее это звучало сандемандой, знаете. Для нее не звучало это воскресенье, как воскресенье, он может все воскресить разом. Что он и есть источник жизни. Нет. Они его ругались, что он руку не положил. Что у него жестокое сердце, что он не пришел, нету сострадания, друзей предал. Иисус говорит, подождите, не ставьте точку в вашем предложении в этой истории. Сейчас вы будете удивлены. И говорит, откапывайте могилу. Если ты веришь, ты будешь откапывать могилу. Вот тогда-то твоя вера и проверится. Ты доверяешь Богу или уже фактам. Факты всегда будут расходиться с Божьим Словом. Я вам скажу так. Сто и ста процентов факты всегда будут противоречить тому, что говорит Слово Божье. Факты физическими глазами всегда будут иметь одну картину, когда ты будешь смотреть. Это знаешь, как в журнале. Открываешь две страницы. Здесь одна картинка написана. Плохая картинка. Мертвый человек. А здесь живой говорит с Иисусом. Ты такой, не знаешь, что выбрать-то. Странно как-то. Ну вот это же вот сейчас происходит смерть. Ну как он будет говорить? Ну да, когда все люди умрут, там воскреснут. Когда-то это будет через несколько тысяч лет. Но я сейчас хочу. Иисус говорит, какие тысячи лет? Если ты будешь веровать, ты увидишь славу Божью. Вот почему нам нужно верить. Чтобы увидеть славу Божью, что там, где никто не может помочь, он может реально с легкостью сделать это чудо. Вы думаете, Иисус там напрягался, у него вздувались вены на шее, он орал полчаса. Ничего он такого не делал. Он даже не вспотел. Он даже камень не будет отваливать. Потому что если ты веришь, ты отвалишь камень. Ему нужна с тобой согласие, синхронизация. Вот почему многие люди не могут получить от Бога. Потому что их лазарь, в кавычках умерший лазарь, они его не захотели откапывать. Они не захотели делать инструкции, что Иисус говорит им. Я сейчас говорю к верующим людям. Многие из вас не получили вашего чуда и ответа на молитву, потому что вы не согласились с Богом. Вы согласились с фактами. Вы сказали Бог, знаешь, не верю в это. Я не верю, что это может произойти. Я не верю вот в эту картинку. Это вообще нереальность. Поэтому ты несчастный. Поэтому и ты потом еще и обижаешься на Бога, что вот так вот произошло. Если ты согласишься с Богом, то у тебя будет чудо. а это и есть вера. Вера это согласие. Вот почему написано, что без веры невозможно угодить Богу, потому что ты, находясь на стороне фактов, на стороне дьявола, хочешь получить ответ от Бога. Бог тебе говорит, ты в своем уме. Как ты хочешь получить ответ от Бога, находясь там, ты должен ко мне перейти. Тогда и увидишь. И вот нам бывает сложно в мозгу нашем сделать просто решение. Я кому верить буду больше? Кому? И там по этой истории видно, что Иисусу все-таки поверили. С натягом сложно было бы. Казалось, что вообще невозможно. Его удерживали. Ему говорили учитель. Знаете, там очень культурно все написано. Учитель уже четыре дня уже смердит. Так предупредили его, как будто он не в курсе, как будто он не в курсе, что там гной лежит, а не Лазарь. Он как будто не знал. Ну, знаете, Иисус уже, он же для всех людей был личностью власти. Ты не можешь ему ничего указывать. Поэтому его так тихонечко культурно предупредили с уважением, но все-таки сделали, как он сказал. И увидели славу Божью. И Лазарь именно на глазах у всех людей из могилы, откуда никто никогда не выходит, вышел Лазарь и смотрит на них, прыгает. Иисус говорит, а что вы стоите и смотрите? Где ваша вера? А равно развязывайте его. И начали развязывать смертвица. Представляете, что людей в мозгу творилось? Да как это возможно? Что мы сейчас делаем? А может это сон? Я с него снимаю бинты. Это же невозможно. Вот Иисус и хочет тебя удивлять. Тебе нужна вера. Вера тебе нужна. В твоих ситуациях и в какой бы ты ситуации ни оказался, вера в Бога поможет тебе. Она поможет тебе. Она спасет тебя. Она тебя поднимет. И твое окружение еще поднимет. Еще сколько людей уверуют через это. Эти люди, тоже которые раскапывали могилу, тоже герои. Послушайте, кто пойдет на такой криминал, на вандализм, раскапывать могилу? Все сразу подсчитывают. так, сейчас приедет полиция вызовут, скажут, раскапывают могилы, скажут, что это еще связано с Иисусом, скажут, все под белые ручки, все быстренько, тихонечко посадят в машину и отвезут на лечение. Все же сразу, у всех кино бежит сразу. Зачем проблемы нужны? Я хочу жить с Иисусом и иметь спокойную жизнь. Я не хочу иметь экстрима. А у Иисуса нету спокойной жизни для нас. У него экстрим для нас. Может быть такого физического экстрима в жизни у тебя не будет. И у тебя экстрим будет в голове. Там у тебя кино такое будет. Ты будешь представлять такое, чего не было. Будешь раскручивать. Только веру человек может оправдаться перед Богом. Только веру. Это означает согласиться с Богом. Не несмотря ни на какие факты. Несмотря ни на что сказать. Да Бог я верю тебе. Я верю тому что произошло на Голговском кресте. И все больше я никому не верю. Себе не верю даже. Я ничему не верю. Ни моим рукам которые трогают. Ни глазам которые видят физическим. Я верю слову. Вот что такое вера. Люди которые в аду никогда долго не отдадут. И дьявол который согрешил. И все падшие ангелы. Они никогда своего долга не отдадут. Им платить нечем. Они приступили закон Божий. Они пошли против него. И для них нету благодати. Вот в вопросе с человеком за человека умер Бог. За него есть кому платить. А за них уже нету. Они например люди которые отвергли Иисуса Христа сказали нет что нам Иисус нам не нужен Иисус Иисус не не Иисус не это что старое это что не нужно ну и будешь расплачиваться зачем тебе это задумайся зачем тебе платить то за что ты не сможешь выплатить даже ни одного ни одной монеты не отдашь послушай за тебя может расплатиться только Иисус все что тебе нужно это поверить это сказать Иисус осознать не просто сказать повторить за кепта осознать Иисус я верю что ты умер на кресте за мои грехи знаешь тебе иногда нужно ты за грехи веришь что он умер а вот за болезни не веришь ты веришь что Иисус не умер за болезни а посылает тебе болезни он говорит а на тебе держи болезнь ты должен поверить что Иисус умер за болезни чтобы ты был исцелен. И многим верующим не хватает веры в личное исцеление. Поэтому они продолжают болеть, и некоторые умирать. Потому что они не могут согласиться. Они говорят, Бог меня смиряет, Бог меня учит. А почему тогда ни одного из учеников Иисус не заразил болезнью? Там же были такие ученики, что их бы надо было бы проучить. Но никого из них болезнью не наказал. Вот интересно, да? Потому что Иисус любит нас. И Он исцеляет нас. И наши души, и наше тело, и наш разум исцеляет. Нашу совесть исцеляет. Наше будущее в Его руках. А что нужно делать? Только верить в Него. И что Он говорит? Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok